Всем привет, с вами Павел419. Это еще один короткий ролик про Pico 4. Сначала хотел сделать что-нибудь типа 10 фишек про Pico 4, но понял, что буду собирать это полжизни, поэтому вещь полезная, про многие хотят YouTube добавить. Можно добавить не только YouTube, но и любую страницу все приложения. Дальше расскажу, как это сделать. Все очень просто. Спасибо ребятам с 4PDA. Коммунда или ролики про Pico 4 не переживайте. Скоро будет ролик про квест про 47 прошивку. Я вчера обновился, но еще не смотрел, что там. Только читал пока текстовку, так что на неделе выйдет. Ну и я обещал ролик про... Вернее, я обещал рассказать про то, что там с маской на Pico. Я это сделаю. Я делал прям огромный ролик про маску на Pico, но он выйдет ровно когда у вас будет 11000, так что не забывайте подписываться тех, кто еще не подписались. И, короче, с вас подписка, с меня ролик. Дальше небольшой фрагмент про то, собственно, как вынести YouTube вот сюда вот. YouTube, телега, вот это все. Классную тему на 4PDA подсказал народ с ярлыками. Вот смотрите, видали у меня телега здесь есть. Сейчас покажу, как добавить сюда YouTube. Дело в том, что говорят, что вот все говорят, что в евромагазине есть YouTube, а потом оказывается, что никакого YouTube на самом деле и не было, что это все запуск в браузере. Так вот, как это сделать? Открываем браузер, да? Понятно, запускаем. Вот он. Открываем нужный нам сайт, в частном, в данном случае YouTube.com, да? Вот он. Это браузер. Идем вот сюда, три точки. Это прямо очень крутая штука. И выбираем сохранить как ярлык. Ну, здесь называем как-то, жмем создать. Все. А теперь у нас появляется, во-первых, быстрый доступ к нему. Вот он. А во-вторых, если вы просто запускаете браузер, то он выглядит как браузер сейчас, да? С вкладочками, с вот этими совсем. А если вы запустите ярлык, то вы увидите. Вот. Видите, уже никакой панельки нету. Реально выглядит просто как YouTube. Ну, дальше вы тыкаете в любой ролик. Там будет раскрыть, как смотреть панорамные ролики. Я показывал в своем одном из прошлых роликов. Посмотрите, ссылочку оставлю в описании. То есть, вот вам, пожалуйста, YouTube. Да, кстати, его можно двигать как угодно. То есть, это браузер, конечно же, остается. Но функционал есть. То есть, панорамные видео он крутит. SBS, его рендер он крутит. Единственная проблема то, что максимальное разрешение 4К. Ну, тут с этим ничего не поделаешь. Так что офигенно. И да, так можно добавить любой сайт вот сюда. И вам отсюда быстро к нему иметь доступ. Это прямо огонь, на мой взгляд, фишка. По поводу предназначения кнопок. Если вдруг кому интересно, например, я хотел бы вот кнопку меню, на нее повесить камеру, а на этот желтый кружок повесить кнопку меню, потому что желтый-синий кружок у нас сейчас делают одно и то же. Проблема в том, что это товарищ телеги подсказал. Да, я поставил АПК-шку кеймаппера и вот еще какую-то АПК-шку. То есть, в теории это можно сделать, но на практике проблема в том, что когда вы записываете действия, у вас-то не получится сделать. То есть, вот я сейчас жму триггеры, курки там сядь, и ABXY ничего не происходит. Единственное, что он регистрирует, это нажатие на кнопке меню. Вот, поймалось. И нажатие на кнопку камеры, вот это вот скриншот, который делает короче боковой кнопки. Вот, поймалось. Ну и на кнопку основной менюшки опять же можно сделать. Поймалось. То есть, можно переназначить только желтый кружок, синий кружок или вот эту кнопочку скриншота. А вот эту кнопочку меню, она не ловится. То есть, когда ее жмешь, у тебя она работает как выход. Все. И тут, к сожалению, ни хрена не сделаешь. Я попробовал вторую. Как она там называется? Тоже. Button Mapper что-то там. Но там еще хуже, там отлавливается только кнопка скриншотов и все. Так что, если вы хотите это сделать, скорее всего, у вас это не получится. Но будем ждать, пока сами разработчики добавят этот функционал. Потому что сейчас у нас две одинаковых кнопки, по сути. Желтая и синяя. Зачем это? Ну, чтобы было. И очень непривычно, потому что ты привык жать на желтый кружок с квеста, а придется жать теперь. Я часто их путаю. На этом все. Если ролик был полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Переходите на сайт VR419. В описании оставлю ссылочку на статью про пика 4. Там все эти ролики, которые я уже снял. И, в общем, текстовка разобрана. Кому лень смотреть все это, читайте. Вот. У меня на этом все. Да, вы можете поддержать меня финансово, потому что все это требует денег, а YouTube мне сейчас почти ничего не приносит. На этом все. С вами был Павел 419. До новых видео. Всем пока.